Привет, привет, мои дорогие! Ну что, начнём? Забыла. Вот это мне сейчас нужно будет. А ещё нужно будет... Ой, овощи без фруктов. Картошку взяла, одну свёклу и одну морковку. Винегрет. Но попозже достану капусту, пусть пока будут охлаждённые. Огурцы. И порубаем. Всё, рубаем. Мешок денег. Призываем. Скажите, вот только честно, вы ведь, наверное, давно ели винегрет. Но обычно же это считается зимним салатом, да? А я сегодня так захотела, так захотела винегрета, что купила овощи. И, кстати, я уже рассказывала в видео, да? Думаю, я сейчас куплю эти готовые и прям приду с работы, быстро-быстро нарубаю. И всё, только, ну, прям морковку и картошку, огурцы у меня есть, капусту купила. Вроде всё, что надо-то больше? Да нифига. Там 33 вот таких дохлых свёклы 79 рублей. Не было прямо для винегрета. Да, картошка тоже что-то рублей за 60, там штучки 4. Думаю, нет нафиг, Наташа. Я за газ-то плачу 20 рублей, сваришь. И, в общем, купила я сегодня хлеб 22 рубля, воду 41 рубль, пирог, уже был мукбанг 36,99, молока ещё городецкое, очень вкусное молоко городецкое, кстати, 68,49, капуста 49,99. Ну да, у меня некуда, можно самим нашинковать, оно на всё забито, весь холодильник. Холодильник полной жратвы. Картофель отечественный по 24 рубля, вот я 25 рублей купила. И пакет петел, вот так, пакет. И свёклу на 10 рублей. О, а то бы купила на 70. И экономия прежде всего. Начнём со свёклы, потому что я сейчас эту доску я специально взяла, поменяю. Ну, только для свёклы, чтобы уж капустка, картошка-то не была такая. Свёкли, а масло для чего? Хорошо, мы сейчас свёклу нарубаем и немножко смажем маслицем, да, чтобы овощи другие не испачкались. Юль, у меня здесь свёкла, овощи ты будешь? Хочу меленько, стараясь, рубаем, рубаем. Ну, у меня тут неудолго получится рубать, я уже научилась рубать сидя. Конечно, можно было встать туда, телефон поставить здесь. И рубать, рубать, рубать. Ну, всё, вот. Видите, быстро-быстро и свёкла-то нарубана. Профессионалу, Наташка! Кто-то любит винегрет, я один раз в жизни пробовала винегрет с чесноком, добавляю чесноком. Блин, я ещё про чаполинку-то. Ну, ладно, у меня он практически почищенный. С чесноком. Вот только сейчас вспомнила, что ещё я чаполинку забыла. Кто-то любит, да? Ну, не знаю, я нет. Я один раз пробовала, значит, давно, вот тоже давно, винегрет с чесноком с майонезом. Ну, это вот только один раз. Ну, если я буду в гостях, конечно, мне подойдут такой винегрет, ну, там, наложить такой винегрет или там поставить, если я захочу, конечно, я попробую. А вот так вот сама я, ну, не добавляю чеснок. Я сейчас маленько побольше, побольше его стала есть. Ну, блин, ну, Наташа, я вчера мыла полы. Не хочу. И всё перекладываю. Ну, что, переложили. Всё извозяшили. Не без этого. И чуть-чуть-чуть-чуть маслицем. Видите, как у меня всё включено. Хе-хе-хе-хе. Хватит. Перемешать. Выстроили одна картошка, одна морковь. И получит целая чашка. Дальше. Ну, дальше, ну, дальше в любой последовательности. Я делаю морковь. Ну, я делаю морковь, вот она немножко. Немножко-немножко развалилась. Чёрт видно. Так вот удобно. Так вот удобно. А потом винегретик. Представляете, да? Да с чем-нибудь сарделечкой у меня, допустим, есть сарделечка. Запить молочком. Да с хлебушком. Обалденно. Будет вкусно. Ты будешь или морковку? Картошку можно потереть на тёрке. И да, Римма, привет. Мне всё пишет, что, ну, она овощи, ну, многие, многие же по-своему делают, да, там винегрет. Некоторые сразу режут овощи и готовят прямо нарезанном виде. Я пробовала так. Ну, вот я же слепая уже говорю. И дело в том, что я не знаю. Мне кажется, варёный, ну, то, что они быстро готовятся, я не спорю. Но, в принципе, свёклу, как можно варить до кипения, там, 20, что ли, или 30 минут, и под струю холодной воды. И она сварится. А с другой стороны, свежие овощи намного тяжелее режутся, да, там, кроме, ну, как тем, чем как варёные. Поэтому, ну, если надо быстро, конечно, можно. А если вот я, в принципе, пришла, никуда не тороплюсь, я там перекусила, отдохнула, поставила варить овощи, я в это время отдохнула. Морковку тоже туда. Очередь. Ну, вот, записываю видео, мама позвонила. Ну, ладно, морковь мы порубали. Теперь рубаем картошку. Я взяла одну, мне хватит. Ну, так, чтоб на несколько раз. Она опять ломается, ломается. Картошку рубаем, и чтоб денег призываем. Это тоже не забываем. Что-то я хотела, тему какую, чё я говорила. Ну, ладно, морковку порубали. Миша, где-нибудь призвали. Вот. Ну, чё тут, всё просто, легко и просто. Про тему, про женихов-то. Вот я рассказывала, у меня была тема про альфонсов. И мне пишет мужчина комментарий, он мне постоянно, привет, привет, Виктор. Пишет, есть, постоянно комментарии. И, ой, как вы плохо к мужчинам относитесь. Ну, то, что я говорю, что я там замужем была два раза, больше не хочу. Ну, мне все, все, все мужчину. Ну, каждая женщина по-своему воспринимает, да, там, с кем-то жить, с кем-то чего-то. Кто-то не может без мужчины, я не спорю, я никого не осуждаю. Ну, даже, там, и в 56, там, и в 55, ну, разной любви, все возраста по корове. Некоторые живут, да, ну, все мы разные, все, у каждого свои потребности, свои возможности. Кто-то там, ну, уж вот есть такие случаи, что там, ну, сколько читал, и это, что и вот, ну, с бомжа приведут, и счастливо. Все, все мы разные, все мы, ну, никто от этого не застрахован. Ну, мне, допустим, лишь бы он был, мне этого тоже не надо, да, вот там. И если он мне не нравится, там, ну, допустим, во-первых, прежде всего, мужчина должен быть ядерный, ну, как бы, мне нравится. Ну, никто от этого не застрахован, мало ли, завтра я пойду в магазин и влюблюсь. А, ну, и там, и было в основном уже, вот как, мужчины-альфонсы, я рассказывала, да, и как они, и у женщин деньги выпрашивали, выманивали, загоняли в кредиты женщин. Вот, давайте огуречек попробую, вкусный, сама делала. Ну, опять же, есть такие женщины, которые даже, ну, с другой стороны, молодцы, баба, которые могут так раскручивать, ну, некоторые, да, там, раскручивают мужика, что он ее еще не знавший, а высылает и денег, и на билеты, и на все, на все, на все. Ну, как бы, аферистки, аферистки. Я не сужу, там, если, ну, замужем, там, женщина, ну, не про то, что, если ты замужем, там, родила ребенка, ну, просто про аферисток вот рассказывают. Поэтому, почему я плохо отношусь к мужчинам? Нет. Просто, я замужем была, ну, мне только, мне, по крайней мере, одной комфортно, а остальное я умалчиваю. Я же не всегда там записываю видео, не всегда сижу, постоянно, да, там. Просто это все природой умалчивается. Так что, я, 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 я нормальный, все, все адекватный человек. У меня вообще ненависти нет к людям. Так что, все с этим нормально. Огурцы опять кисленькие. И капусту. А, еще лучок. Ну, пока мама звонила мне, я, я разговаривала. я приготовила, а вот достала из банки огурцов, брала ее и вот капусту достала. Еще остался лучок почистить, надо лук почистить пока общаюсь, а я что-то не додумалась. Помню когда я сделала свой самый первый винегрет, еще открыть капусту. Я же не знал, что капусту тоже режут. Я так все нарезала, нарубала, а капусту положила, вот как она была, большими этими стружками, так и наваляла. Оказалось, что ее надо резать, как не открою. Пахнет хорошо, срок годности нормальный, надо попробовать. Ядреная. Вот я даже сосчитаю, смотрите, вот цена винегрет, ну, несколько свеклы 10 рублей, ну, морковь сколько там вышло на рубля 3-4, потому что одна морковь. Картошина из килограмма, ну, пусть 150 грамм, я большой, ну, 200. Килограмм 24. Цена вот, ну, целая чашка практически получилась. Ну, 24 рубля килограмм, 2,40 и 2,40. Ну, 5 рублей. 10, 5, 20 рублей. Ну, так я вот, лук, наверное, рубля 3, 23 рубля и полбанки капусты. Ну, вот сколько она, ну, 49 рублей самая, да, дорогая капуста. Ну, 50 рублей практически чашка, ну, вышла, даже меньше. Ну, я просто вот, ну, на глаз посчитала. Даже не полбанки. Еще останется. И две ложки растительного масла. А тут бы я только свеклу купила. Не знаю, сколько рублей. По 69. Ну, и все. Лучок. Хотела шикануть, а получилось сэкономить. Блин, у меня мысли иногда такие посещают название видео, но мне надо сразу записывать. Я иногда там записываю видео, думаю, так, так назову, потом забываю. Если я монтирую, сразу не запишу, потому что название видео, то все, пипец, я потом забыла. А, еще там мне комментарии. Ну, я вообще в свои видео, да, ну, единственное, там, все, хватит лука. Единственное, ну, это я так съем. Что касается, ну, как бы, я просто назвала нацию таджиков, почему, как к ним относитесь. Я понимаю, сколько людей, столько менее, я ни к одной нации. Я сказала правду, что они постепенно вот там переселяются, переселяются, переселяются. Это я знаю, и поэтому я ничего лишнего не сказала. Я там эту нацию не обзывала, как ничего не нет. Просто, что всем аулам они переселятся, да, у них такая тенденция выбраться из Таджикистана, там, переселиться. Ну, все. И по поводу делить, по комментариям, да, что-то я написала, что я деревенская. Матом даже. Что я свои видео приравниваю к себе, ко мне. Никаких чужих людей в моих видео, там, да, не надо, не сопоставляйте там чужих людей, других людей. Все видео относятся лично ко мне и носят личностный характер. Ну, вот такая чашка практически 50 рублей. Вкусно, вкусно. Пожрем, пожрем. Сейчас я его поставлю в холодильничек. Он немножечко остынет и будем жрать. Так что все, все мои видео сугубо мои и относятся сугубо ко мне. Все, всех обвела. Пока-пока. Чмоки-чмоки. Ваша Наташа. Субтитры сделал DimaTorzok